Параллельно будет проходить то, что называется вот этим страшным словом assessment center. Значит, это такая оценка людей, то есть мы будем фиксировать ваши проявления, ваше поведение. То есть мы будем смотреть, что вы делаете в процессе, для того, чтобы потом подсказывать, как вам действовать нужно лучше в этих же похожих ситуациях. Понимаете? За каждыми двумя столами будет прикреплен модератор. Вот девочки сидят пока за этим столом, потом они разойдутся по всем нашим столам. И модераторы будут вам фиксировать правила игры, подсказывать что-то, следить за тем, чтобы вы вышли в правильном направлении и параллельно делать себе пометки. Благодаря этим пометкам мы в результате сформируем итоговый рейтинг. То есть каждый из вас, чем вы будете интереснее, чем вы будете большими лидерами, тем больше у вас будет баллов этого рейтинга, и тем выше будет ваша позиция в том самом рейтинге. В конце сегодняшнего дня мы уже скажем рейтинг по итогам первого дня. Завтра мы скажем итоговый рейтинг. Ну и те, кто будет в самом-самом верху этого рейтинга, ждут небольшие презенты. Это хорошо? Какие это будут и насколько небольшие вы узнаете только завтра вечером, пока я не буду приоткрывать эту завесу тайны. Но я думаю, что стоит вне зависимости от каких-то там презентов, стоит постараться быть лучшей версией себя. Согласны? Вот это главная задача. Вам нужно стараться быть лучшей версией себя. Даже не лучше кого-то. Самый главный оппонент, самый главный соперник в нашей жизни – это мы сами. Поэтому постарайтесь с собой поиграть сегодня и завтра очень хорошо. Помимо этого, вы будете заниматься так называемой взаимной оценкой. Вы еще будете давать обратную связь и оценивать тех, кто сидит с вами за столом. То есть вам важно, чтобы команда пошла за вами. Команда хотела с вами взаимодействовать, хотела с вами работать и оценивала вас как сильного лидера. Я считаю, что это очень справедливо, когда вас оценивают не просто ведущие или модераторы, а оценивают те, с кем вы работаете. Вот это классно. Это значит действительно вы лидер, если вас выбирают те, с кем вы сидите за одним столом. Но позже я расскажу, как все это будет происходить. Вы будете постоянно получать какую-то обратную связь. И я думаю, что нам с вами будет интересно в процессе. Так. Ну а теперь к теме. Лидерство. Вообще, что такое лидерство? У кого-то есть еще мысли по этому поводу. Что такое лидерство? Вы можете сказать. Пожалуйста. Да, да, да. Лидерство нельзя путать с управлением, мне кажется. Когда правильно управляешь, лидерство – это когда знаешь, куда правильно идти. Направление когда знает. Лидер всегда знает, куда направление. Ага, отлично. Причем, знаете, мне не нужны сейчас энциклопедические точные определения этого слова. А как вы это себе понимаете? Знает направление? Супер. Можно, как хотите. Прежде всего лидерство – это заинтересовать собой, лично собой, повести за собой людей. Ага, заинтересовать, повести за собой. Супер. Найти идею и приобщиться с этой идеей людей, и вести за собой. Найти идею, которая у нас хорошая. И, кстати, самое интересное – не обязательно самому придумывать эту идею. Идей вообще в нашей жизни очень много, они витают в воздухе. А вот увидеть ее, взять ее и сделать так, чтобы эти идеи вдохновились другие – вот это лидерство. Это круто. Пожалуйста. Да? Человек, который не умеет собрать ответственность за себя, за свои действия, за свою команду, когда он не будет. Супер. И вот я думаю, что самое ценное в этой празднике – ответственность за свою команду. За себя-то, в принципе, ладно. А вот взять ответственность за тех, за кого мы как бы не обязаны брать ответственность – за других людей. Вот это серьезно. Согласен. Пожалуйста, давайте с самого последнего стола. Я считаю, что это такая важная черта характера, которая может такую команду, большую команду ведет подысить за собой. Согласен. Согласен. Давайте вот. Пожалуйста, пожалуйста. Идей все так, да? Если не я, а кто? О, серьезно. Это серьезно. Когда я учился в школе, я учился на «Отлично», и я понимал, что если я не сделаю домашнее задание, то списать будет не у кого. Если не я, то кто? Согласен. Пожалуйста. Сейчас в обычных произнесе я довязываю себя, принимаю, как пример. Лидер – это пример. Показывай пример. И тогда представьте, какая ответственность. Пример – это же ведь не только тогда, когда я вот на сцену выхожу. Пример – это постоянно. Это всегда. Это не в упражнении за столом. Это вышли потом на обед, на кофе-брейк – все равно остались в примерах. Пошли в море купаться – все равно остались в примерах. Вот это серьезная ситуация, да. Согласен. Ну что, давайте, последняя версия. Лидер – это тот, который может… Лидер – это тот человек, который в своей команде может увидеть сильные стороны других людей и распределить обязанности. Потому что один не справишься, только в команде. Нужно вывести, кто сильнее в какой области. Супер. Лидера без команды не существует. Вообще нет такого в принципе явления природы – лидер без команды. И взять и увидеть сильные стороны других людей и правильное направление задать этим сильным сторонам, безусловно, это очень важно. И тогда я бы хотел еще как раз сомкнуть вот это определение с тем, что нам говорили в самом начале. Лидер и руководитель – это не одно и то же. Вы можете обладать какими-то, так сказать, поклонами формального руководства, занимать какую-то высокую должность, но не быть лидером. А можете быть лидером, не занимая никакой должности. И за вами будет огромное количество последователей. Поэтому руководство и лидерство мы отвечаем. Сегодня мы не будем говорить про руководство. Я не буду вас обучать делегированию, постановке задач, контролю. Нет. Мы будем говорить сегодня про лидерство или про неформальное лидерство. Лидерство изнутри. Вот это действительно очень ценная, важная штука. Итак, лидеры бывают разные. Давайте покажу вам пример, какие бывают лидеры. Например, бывают эмоциональные лидеры. Знаете такого? Харизматичные лидеры. Они пышут энергией, за ними хочется идти. Хочется даже просто находиться рядом с ними. Да? Хочется находиться рядом с ними. Подойти к лидеру, эмоциональному лидеру и просто зарядиться от него энергией. Как Вадина сделала буквально 10 минут назад. Это многие думают, что является врожденным качеством человека. Такая харизма, свет, солнце изнутри. Но уже доказано, что это не совсем так. Это можно развивать. Поэтому, если вы в себе это еще пока не почувствовали, у меня для вас хорошая новость. Вы можете почувствовать это, например, сегодня или завтра. Это первое тип лидерства. Еще. Организатор, организационный лидер. Знаете этого человека? Кто знает, кто это? Генри Форд. Это человек, который гениальный организатор. Который так собрал вместе разные факторы производства, что создал нечто такое, чего раньше не было. На самом деле, конвейер создал не он, но он его так интегрировал в производственный процесс, что после этого начали все производить на конвейер. И третий тип лидерства. Экспертный лидер или знаток. А этого человек вы знаете? Да. Анатолий Вассерман. Человек, который знает очень-очень много всего. Так вот, когда вы разбираетесь, досконально разбираетесь в каком-то направлении, в том, чем вы занимаетесь. Например, вчера Нарик вас спрашивал про индустрию. Это как раз проявление экспертного лидерства. И вы должны быть экспертами в том, что вы делаете. Экспертами в продукте, вас обучают продукту. То есть, вот это тоже неотъемлемая часть. Но обратите внимание, что эти типы лидерства могут по-разному проявляться в вас. В ком-то может быть более сильная сторона эмоциональная, а в ком-то экспертная. И давайте мы сейчас проведем небольшой эксперимент. А поднимите руки, пожалуйста, те, кто считает, что ваше самое сильное лидерство, лидерство эмоциональное. Поднимите руки. Так, ну на самом деле, почему-то немногие так себя диагностировали. Ладно, пойдем дальше. Кто считает, что организаторские навыки у вас самые сильные? О, здесь уже больше. Здесь прям стол организаторов собрался. Все поднимые руки, по-моему. Так, хорошо. А кто считает, что экспертное лидерство – это вот ваша самая главная фишка? Так, экспертов, кстати, совсем немного попались в одной руке. Можно пощать? Нет, двух рук. Хорошо, здесь экспертный стол. Отлично. А теперь поднимите руки те, кто ни разу не поднимал руку. Хорошо. Ваша задача, минимум на сегодня и на завтра, все-таки диагностировать всегда что-то из перечисленного, чтобы в следующий раз руки поднимать. Итак, смотрите. Вот здесь, на этом слайде, будет то, что мы сегодня будем с вами развивать. Я сейчас очень коротко об этом скажу. Примерно это оценивается и развивается на конкурсе «Лидеры России». Это те качества, которые лидер должен иметь в себе и, что самое важное, проявлять в поведении. Потому что что-то в нас может быть внутри, но мы этого не проявляем. Мы не используем это в работе. А наша задача это вытащить из себя, знаете, как пробкой в бутылке что-то в вас сокрыто. Надо эту пробку вынуть, чтобы все эти качества, которые у вас внутри, начали выходить и проявляться. Приносить пользу вам и вашей команде. Так вот, буквально в двух словах. Неформальное лидерство и авторитет в команде. То есть, чтобы вас признавали в качестве того человека, за которым хочется идти. Управление групповой дискуссией. Вы будете что-то обсуждать друг с другом. И будете так или иначе эту дискуссию как-то организовывать. И мы с вами будем учиться это делать. Дальше. Конструктивность. Преобладание командной пользы над личной пользой. Это безусловно тоже очень важно. Потому что команда первична все-таки для лидера. Нестандартность мышления. Вот это вообще мое любимое. Нестандартность мышления. Мыслить и придумывать идеи, как сегодня говорили. Придумывать идеи такие, которых еще не было. Вот это вообще, мне кажется, высший пилотаж. Нацеленность на результат. Может быть, какие-то упражнения вы будете делать. Будете понимать, что почему-то не справляетесь. Не можете найти правильного ответа. И кто-то один за столом скажет. Ребята, давайте соберемся. У нас еще есть время. У нас все получится. Давайте действуем. Вот это и есть нацеленность на результат. Это серьезно. Умение влиять, аргументировать, отстаивать свою точку зрения. В некоторых упражнениях вы будете это проявлять. И мы тоже будем на это смотреть. И мастерство публичного выступления. У вас даже будет возможность. Правда, совсем не у всех. Будет возможность выйти сюда. И немного публично выступить тоже. Возможно, это будет страшно кому-то. А кто-то захочет это сделать. Этим мы будем заниматься с вами завтра. То есть все вот эти вещи мы так или иначе затронем. И поговорим об этом. Ну, а вообще мне бы хотелось вам сказать следующее. Лидерство, как я его себе понимаю, это жизненная стратегия. Это не просто какое-то качество внутри, которое есть или нет изначально. Это стратегия, которую вы выбираете или не выбираете. Многие лидерство как стратегию своей жизни не выбирают вообще. Потому что это не просто. Не просто тянуть лямку ответственности за других людей. Многие считают, что это незачем делать вообще. Но если вы встали на такой жизненный путь, выбрали такую стратегию, то вы будете получать огромное количество преимуществ. Когда вы берете ответственность за других, помимо ответственности, они еще дают вам такую интересную вещь, как полномочия или власть. Они отдают частичку своей власти вам. И в итоге вы собираете ее и получаете все преимущества уже этой власти. А вообще, мне кажется, что даже не власть самая приятная. Самое приятное ощущение того, что вы что-то дали другим людям. Вот это самое классное внутреннее ощущение. От этого вот лично я получаю удовольствие, не знаю, как вы. Так вот, хорошо получается только то, от чего ты ловишь кайф. Вот я, например, получаю удовольствие от того, чем я занимаюсь. У меня поэтому нет вообще выходных дней, рабочих дней. Я даже не очень хорошо понимаю эту разницу между этими. Я просто получаю удовольствие. И вот если вы не получаете удовольствие от лидерства, может быть, это не ваше. Такое тоже может быть. Так как знаете, в футбольной команде не всем нужно бежать в нападение. Не всем нужно быть на острие. Кто-то остается в тылу. Поэтому почувствуйте и попробуйте раскрыть в себе удовольствие от того, что вы берете ответственность за команду на себя. И вот как только это удовольствие будет открыто у вас, вот тогда, когда все заиграем, тогда жизнь станет уже совсем другой. Вот это будет вообще приятно. Так, ну что, друзья? Сейчас секунду буквально. И мы с вами, да, подошли к самому интересному. Мы подошли к практической части. Помните, я говорил, что я не лекции не люблю читать, я люблю, чтобы вы что-то делали. Поэтому я сейчас предлагаю постепенно переходить к этой фазе. И помните, я сказал, что мы с вами будем постоянно меняться местами, меняться столами. Так вот, сейчас я попрошу вас найти те самые листочки цветные с цыгерками, которые вы получили, зайдя в этот зал. Они есть. Пожалуйста, убедитесь, что они есть. Если у кого-то нет вот такого цветного листочка с номером, поднимите руку, вам его дадут. Так, хорошо. Давайте мы сейчас сделаем всю подготовку. Вы нашли этот номер. Теперь второй момент, который нам надо проконтролировать. Убедитесь, пожалуйста, что у вас на шее висит бейджик. Есть ли кто-то, кто не взял с собой бейджик? Отлично взяли все. Молодцы. Ответственно подошли к мероприятию. И теперь я вас попрошу еще сделать кое-что важное. Смотрите, значит, у бейджиков достаточно длинные веревочки. И вы можете не видеть бейджи друг друга, то есть не видеть имена друг друга, или знать, как обращаться, если вы этого человека не знаете. Поэтому я предложу вам сейчас сделать одну интересную вещь. Вот как уже догадались те, кто сидит ближе ко мне. Завязать его немного сзади, чтобы сам бейджик висел выше. Чтобы он висел не под столом, когда вы сидите, а прямо вот на груди. Завяжите его максимально повыше. Так, чтобы решать вам, конечно, было чем. Да, но не перестарайтесь, пожалуйста. Да. Я и не что происходит. Я думаю, что у нас тут есть, конечно, какие-то медицинские бригады, но давайте не будем их звать уже на этом этапе. Согласен, согласен. Итак, отлично. Евгений, вам показали, что вы красавчик, организатор, или вы эксперт? Какой? Это знаете, как? Комарный вопрос. Он должен был сделать так. Спасибо за вопрос. Ага. Домашняя заготовка. И в этот момент я говорю, конечно же, три в одном, Антон. А! И смотрите, кто-то наряк. А он такой, ну конечно. Да, 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 да. Итак, все подготовились? Замечательно. Смотрите, мы сейчас начнем занимать места за соответствующим столом. Номер, который указан на вашем листочке, это номер стола. Домашняя заготовка.